Папа, ты что делаешь? К рыбалке готовлюсь. Завтра среда, мама сказала рыбу наловить, завтра постный день. Пойдешь со мной? Да, конечно. Готовься тогда. Возьми подкормку, вот веревку я уже приготовил, всю мордушку проверил. Пойдем тогда. Что говоришь? Пап, а как мы поймать-то успеем? Мы попытаем сейчас все, у Бога стало можно. Кстати, я в пакетике взял Библию, я хотел тебе один очень интересный сюжет оттуда прочитать из Евангелия. Сейчас все узнаешь. Да, сынок, у Бога нет ничего невозможного. Здесь надо привязывать всегда очень крепко, на несколько узлов, потому что она может зацепиться. веревка у нас и так не шибко крепкая. Будем надеяться, что мы сможем вытащить. Теперь смотри, мы закладываем нашу приманку. Я ее этим маслом подсолнечным специально смажу. Мажут еще, знаешь, бывает тесто мажут сюда вот, во внутрь мордушки. Я думаю, хлеб это самая хорошая приманочка, тем более с маслечком. Да, масло сейчас, по всему озеру сейчас разойдется слух. Все делай с молитвой. Господи, благослови. Так, держи. Все, теперь смотри. Значит, надо как-то размотать нам побольше, да? Чтобы я смог побольше закинуть прямо. Комарики, наложить там шарики. Так, а теперь получается вот это все надо собрать. Вот куда-нибудь, знаешь, куда-нибудь туда отойдет. Давай. Раз. Два. Так, смотри-ка, как хорошо, что мы вытянули, да? Точнее, ты держал. Улетелся. Получок. Улетелся. Ну что, пап, пойдем домой и скиньте. Подожди. Сейчас я еще... Мы же еще не почитали. Садись, давай почитаем. Опа. Так. Господи, благослови. Я тебе хотел интересный момент прочитать на эту тему. Значит, это Евангелие от Луки, пятая глава. Вошед в лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыбы, им пойманных. Так же и Акова, и Иоанна, сынов Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человека. Приводить людей к Богу, обращать. Ладно, давай проверим. Держи. Господи, благослови, ну-ка. Вот сейчас будет смешно, тяну-тяну, а раз, такая пустая веревка. Ну, нет, что-то чувствуется. Там постарался крепче прелезать. Лужа, говорит, не могли вытащить сети, потому что они были полными. Слава тебе, Господи, да? Подержали, говорю, э-э-э, смотри. Выпустите меня, выпустите. Так, ладно, ну-ка. Ого-го. Хорошо, что мы не пошли-то. Ого, вот этот вот, товарищ, вот он ценный для меня. Там пескарий или гальян как его? Гальян. 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 Так, ну как вот? Сейчас оставлю. Вылез. А, вот все. Так, ну и сейчас начнем подсчитывать, и будет 153 большие рыбы, да? Как у Петра, когда он поймал. Ох ты. Давай мы вытаскиваем. Сейчас, короче, крупный будем забирать себе, а мелкий будем обратно выкидывать. Считай, ворон. Вот у нас тут 4 счастливки. Мальчика, которые уходят обратно в море. На. Все, Господи, благослови, растите. Растите. Ой, куда так, зачем так выкидывать? Ну, слава Богу. Вот это улов. Смотри, он еще бьется даже. Кто? Три, кто? 25,000. ДИНАМИ Lanbox. ездочек по-арь. Кто? 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 Продолжение следует...